МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно таким грандиозным событием с милым названием «Мешкопад от зелёных сердец» завершился заключительный матч Салавата Юлаева в уходящем году. Уральская классика с магнитогорским металлургом стала классным подарком всем болельщикам к Новому году. Брошенные налет игрушки в концовке сделали наступающий праздник еще ближе, а хоккеистов зарядили положительные энергии на оставшуюся часть сезона. Да, понравилось, только я думаю, что он немного раньше начался. Но я думаю, болельщики где-то разозлились на нас. И поэтому начали закидывать «Мешкопадом» игрушками. Любая игра юлаевцев и металлургов всегда является изюминкой КХЛ. А события в таких матчах развиваются по невероятному сценарию. Так получилось и в этот раз. Тем более, именно на этой игре зрителям Уфа-арены был презентован новый медиакуб, а также современное звуковое и световое оборудование. Ну а в фойе для болельщиков, как всегда, было организовано несколько десятков зон самых различных активностей. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались новогодние развлечения, а соответствующий антураж дополняла новогодняя музыка. Что говорят болельщики, какие у них эмоции? Ой, болельщикам очень нравится. Они с азортом к этому относятся, бросают, соревнуются между собой, кто как бросил. Некоторые даже подходят и говорят, что первый раз держат клюшку. Так что им очень нравится. Я думаю, это для болельщиков очень хорошая такая работа. Здравствуйте. Ну скажите, как у вас ощущения здесь от атмосферного Уфа-арены сегодня? Ну я первый раз на самом деле. Мне очень понравилось. Достаточно доброжелательно, хочу сказать. Сегодня на Уфа-арене очень круто. Такой благотворительный матч. Мне это все нравится. Друзья, с наступающим вас Новым Годом! Что касается самой встречи, то ее первая половина явно лучше удалась гостям. У елаевцев мало что получалось, но все-таки хозяева в такой знаменательный день не могли так легко отдать эту игру сопернику. И началась погоня. Сначала Умарк при поддержке новичка Салавата Томаша Мертела на своем примере показал, как можно пробивать Кошечкина. Магнитка дрогнула, а ее игроки стали ошибаться. Фимцы обладают высококлассными исполнителями, которые такого не прощают. Куляш умело наказал уральцев за ошибку. В третьем периоде игра юлаевцев засверкала новыми красками. И вскоре у Фоарена утонула в овациях Хартикайнену, который в большинстве затолкал шайбу с пятака. 3-3. К сожалению, на этом успехи у финцев и ограничились. Обидное поражение в концовке и здесь в пору сетовать на невезение. Поздравляю Наталу с победой. У нас наоборот безобразное начало. Потом смогли вырыгнуть игру. Сравняли счет, но, к сожалению, не обязательно четвертый гол. Привел к поражению. Новогоднее чудо практически случилось. Болельщики покидали трибуны, зараженные сумасшедшей энергетикой. И говорили своим любимцам спасибо за столь красивую игру, Которая стала эффектным завершением 2016 года. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов. Хоккейный клуб «Слава Тюлаев». Редактор субтитров А.Семкин